У нас в команде есть парочка, кто тебя знает, кто у тебя это сразу с тебя знает. Всем привет! Ючка, ты можешь ходить, ты не мешаешь. А у нас сегодня встреча, собираемся с народом, будем тусить, кайфовать. И пока всех жду, подустала ждать, решила выйти в прямой эфир. Ненадолго, правда. Вот. Я очень рада вас всех видеть. Я всегда люблю вечером выходить, для меня нонсенс 12 часов дня в эфире. Как у вас настроение, народ? Нелли, привет, как бросить пить? Хороший вопрос. Для чего вы пьете? Задаем себе вопрос. Ну, как обычно. У меня тут перед новым голодом целая неделя была такая, какая-то алкогольная. Я как переехала, у меня новоселье было каждый день с гостями. А женщина, которая сдала мне квартиру, она винодел. У нее свои, ну, в общем, у нее своя винодельная и виноградники. И, в общем, блин. И она оставила мне в холодильнике специально у меня на кухне специальный холодильник для вина с температурой определенной. И она оставила мне в подарок, короче, разные бутылки вина. Вот. И пока мы все там не упробовались, я не могла остановиться. Вообще, я не пью алкоголь. Ну, не вижу в этом смысла, и мне состояние вообще не нравится. Но тут гости новоселья там. Давай за новоселье. Ну, давай. Она с дочкой семь с половиной лет, до сих пор спит с нами, видит сущности, боится, говорит. Нелли, что делать? Так, ну, это ваше желание с ней спать, а не ее. У нее вообще нет такого желания. Она вам транслирует ваше желание. То есть признать, что да, я этого хочу. Просто признайте. И разберите, какие выгоды в этом есть. То есть, когда вы напишите список выгод, тогда вам нужно будет эти выгоды рассоздать. То есть, это ваши шаблоны, которые мешают двигаться дальше. Путем рассуждения привести эти выгоды до абсурдности, что эти выгоды вам не нужны, и вы перестанете за них держаться, и тогда вам незачем будет хотеть, чтобы она с вами спала. Но у вас есть выгоды на этот счет. Все наши проблемы, все наши ситуации, все-все-все транслируют о том, что нам это выгодно, нам это нужно, и мы держимся для чего-то. Эта ситуация произошла с нами, и что-то она нам дает, какие-то чувства, какие-то эмоции. Ну, конечно же, в первую очередь чувства дает. Какие чувства, в каких чувствах вы нуждаетесь, как эти чувства дать по-другому. То есть, вот рассуждайте, так выписывайте, берите листочек, ручку. Не могу разобраться со своими высыпаниями на лице. Жанна, каждый эфир одно и то же, одно и то же. Наша кожа — это разделение между внешним миром и внутренним миром, между нашим состоянием внутренним и нашими чувствами, и нашими внешними проявлениями и действиями. Если у вас проблема с кожей, значит, у вас проблема с тем, что то, что вы чувствуете, вовне не проявлено, вовне проявлено по-другому. Вы делаете вид, что вы, допустим, радостный, а внутри чувствуете плохое состояние. Либо вам внутри хорошо, а снаружи вы ведете себя по-другому. То есть, ваше внешнее проявление не соответствует вашему внутреннему состоянию. Это кожа. Если у вас там высыпание, раздражение, зуд, какие-то, неважно, какие-то проблемы, все это значит о том, что то, как вы хотите проявляться, и то, как вы проявляетесь, — это разные вещи. А вам нужно проявляться ровно так, как вы чувствуете, то есть быть сама собой. То есть хотите прибить кого-то — прибейте. Хотите ругаться — ругайтесь. Если вы испытываете злость, обиду, гнев, ну, надо, понятно, с этим разобраться, но для начала надо это выпустить, а не улыбаться, ходить и улыбаться. То есть ещё кожа — это наша враньё и ложь, когда мы лжём, и стыдно проявить себя настоящего. Что тут ещё может быть? Плюс надо посмотреть, где раздражение на коже, где проблема с кожей, там на руках, на ногах, на лице. То есть ваше лицо говорит о том, что вы боитесь показать своё настоящее истинное лицо и сказать всё, что вы думаете. Если вот мне писали сейчас вопрос раздражены глаза, слезятся, там, конъюнктивит, то вы хотите видеть другое, то есть видите одно, хотите видеть другое, либо наоборот, что-то очень сильно не хотите видеть и точно так же стыдитесь и не говорите об этом. панические атаки и депрессия. Панические атаки и депрессия. Вам не хватает адреналина. Адреналин для чего нужен? Чтобы оживить, да, человека. Его вкалывают в сердце, чтобы оно забилось заново. То есть вы не любите себя, вы не обращаете до себя внимание, вы подавляете себя, свои проявления, свои чувства, свои желания. И вам не хватает жизни, не хватает радости. Вот и всё. Ну и разобраться над своими страхами. Два года дома сижу, ничего не хочу. Ну, видать, мало посидели, потому что когда надоест, что-то захотите, пойдёте и сделаете. Ну, за вас выбор этот никто не сделает. Как правильно идти в свой страх? Пойти его и прожить. Нету правильного и неправильного, как его прожить. Хотите, ментально проживите, закройте глаза, пойдите в этот страх, поймите, какой там опыт за этим стоит, задавая наводящие себе вопросы. А что дальше? Ну, вот боюсь я там остаться без квартиры бомжом на улице в коробке. Ну, вот осталось. Представьте, проживите эту ситуацию с бомжом, проживите в коробке, а дальше что будете делать, а дальше там что будете делать. В конце концов, вы поймёте, что вам делать и начните это сейчас уже делать, чтобы не доводить себя до этого бомжа. Если я боюсь собак больших, идти с ними гулять. О, кстати, я тоже очень боялась собак, пока не поняла, что собаки — это отражение моего внутреннего, моих инстинктов, моих настоящих инстинктов, моих инстинктов выживания, моё животное начало, получается. То есть я боюсь сама себя, боюсь жить. То есть у меня страхи, что жизнь опасная. Когда я с этим проработала, на следующий день, это была проработка в Черногории, меня окружила стая собак, и потом, наверное, весь месяц они следовали за мной и провожали меня на море, с моря, гуляли со мной везде, обнимались. Я присяду там на лавочку, собаки вокруг меня, трутся об ноги, виляют хвостом. То есть такая трансформация была. Я просто осознала то, что собаки — мои животные инстинкты, моя безопасность, моя сохранность. Когда я поняла, что мир безопасный, если он моё зеркало, моё продолжение, как он может быть вообще опасный? Все опасности делаю я для себя сама, чтобы в эту игру либо поиграть, либо какой-то опыт из этого извлечь. И когда я это поняла, я перестала их бояться. И плюс ещё я сходила в детство, вспомнила, где меня собака покусала, вспомнила этот момент, подружилась с этой собакой, и у меня страх как рукой сняло. Так ещё можно сделать. Сегодня слушайте с самого утра, да. Только закончила твой эфир смотреть. Увидела себя во сне старой и морщинистой. Всё висит. Надо вам разобрать. Внешний мир — это отражение ваших чувств. То есть если вы вовне видите старость, значит, вы чувствуете вот эту старость. Что такое старость вообще? Старость — это когда… Ты не молодой, да? Это не молодость. То есть возьмём от обратного, порассуждаем. Вот. Что такое молодость, развитие, рост, детскость, жизнь — это когда ты познаёшь новое. Старость — это уже когда ты перестал познавать новое, перестал двигаться в какие-то новые события, познавание, узнавание. Старость — это когда ты зациклился на своём опыте. То есть у тебя очень много опыта, и ты за него держишься и не отпускаешь его. Что значит вообще отпускать опыт? Это когда ты берёшь этот опыт и говоришь, ага, а с чего я решил, что этот опыт должен повториться? Я уже его прошёл, теперь я хочу увидеть эту же ситуацию по-новому. Вот дети каждый раз спрашивают, я помню себя, мы едем с дедушкой в автобусе, и я каждый раз его спрашивала, а что это, а что это, показывая каждый день на одно и то же. То есть там у нас вид был очень классный, когда ты едешь по набережной, и там морские котики были, и подводные лодки стояли на Камчатке, и я, а, и киты ещё к нам заплывали. Я каждый раз спрашивала, а что это, а что это, мне каждый день было интересно узнать, а может быть, это что-то поменялось, может быть, это уже стало чем-то другим. То есть молодость — это то, что ты всё время хочешь увидеть что-то по-новому. А то, что вы увидели себя старой, это вы дали во сне себе подсказку о том, что вы сейчас законсервировались в вашем опыте и не хотите двигаться дальше, хотите познавать. Да вы нормально разговариваете, вы мне не мешаете. У меня сейчас гости собираются, пока я их жду. В чём причина бессонницы и нескончаемого потока мыслей? В невысвобожденной энергии? Да, согласна, Анастасия. У меня то же самое. Я не сплю всегда. Я вообще не сплю. И у меня бесконечный поток мыслей. Я борюсь, вернее, даже не борюсь с этим, я эти мысли просто направляю в реализацию. Очень много пишу. Либо, если это ночь, я беру наговариваю о том, что мне приходит. То есть, если в темноте, я просто включаю аудио и начинаю наговаривать. То есть, я использую это с пользой. Пишу книжки, пишу посты, записываю аудио, потом расшифровываю их и перевожу. То есть, направьте вашу энергию куда-то. С самого утра. Это что, не первый эфир? Нет, для меня 12 часов, это утро. Это первый эфир сегодня. А мне тоже плохой сон приснился. Так, плохих снов нету. Есть просто подсказки. Не делите на плохие, на хорошие. Наоборот, круто. Видите, она сейчас увидела, Анастасия, что ей приснился сон, она увидела себя старой. Это не плохо, не хорошо. Это, наоборот, круто, что она сейчас получила ответ во сне о том, что она где-то себя тормозит, остановилась, и ей нужно идти в новое. И это же круто, это же классно. Почему это плохо? Это хорошо. Сны, такая же реальность наша, реальная. Просто мозг там не держит контроль, и поэтому мы можем получать ответы, которые в реальной жизни не можем из-за своего контроля получить. Вот, поэтому я во снах всегда черпаю ответы на свои вопросы, так как я ещё та контролёрша. Интересно, почему я визуально вижу себя полнее, чем я себя ощущаю телесно? Что мне нужно осознать? Ну, полнота — это значит то, что накапливаете в себе различные чувства, плюс вы очень много копите всего. Может быть, это какой-то опыт, может быть, вы копите знания, может быть, вы копите учения какие-то, может быть, вы копите чувства, которые не даёте выплеснуть наружу в себе. Да, я думаю, так. Я не могу разобраться с ревностью. Помоги, плиз. Ну, что для вас ревность? Ревность — это же чувство обладания от того, что вы себя можете обделить чем-то, да? То есть вам кажется, что вы можете взять чего-то лишиться. Ну, это позиция жертвы, не творца, естественно. Вот, поэтому надо сначала, наверное, пересмотреть состояние ваше, с какой позиции вы хотите смотреть на мир, с позиции творца или с позиции жертвы. Если вы творец, то вы не можете ни потерять ничего, ни приобрести. У вас и так всё есть, и вы наблюдаете ровно столько, сколько хотите сейчас получить какого-то опыта. И если вы боитесь, что вам изменят, то это сигнал о том, что вы себе изменяете. Изменяете себе в каком плане? у вас есть определённые желания, которые вы не хотите для себя исполнять. Ваша душа хочет, а вы не хотите. То есть умом откладываете это на потом и ожидаете какие-то определённые условия, чтобы пойти в эти желания. Это измена себе. Это просто сигнал, то что перестаньте себе изменять, идите ваше желание. А человек во вне просто может вам показать, как сигнал. Так. А если я всех людей ставлю выше себя, мужа особенно, не могу ничего с этим поделать? Опять же речь о том, что вы чувствуете себя жертвой, смотрите на мир с позиции творца. Если вы сейчас выберете, с какой точки обзора смотреть на этот мир, вот тогда у вас и взгляды все поменяются, и мышление ваше поменяется. Вы можете сразу себе хакнуть мозг без трансформации всех этих шаблонов мышления, без самокопания вот этого, которое приводит, между прочим, к ипохондрии, и вы потом начинаете видеть в себе одни болячки без конца. Вот вам нужно просто поменять сейчас взгляд на мир и понаблюдать. То есть берём, занимаем точку обзора, что я не жертва обстоятельств, и мир влияет на меня. Не, наоборот. Это всего лишь следствие моего мышления, и творец я в итоге, так оказывается. Занимаю такую точку обзора, и на что бы я ни смотрела, я смотрю с этой позиции. И просто наблюдаю хотя бы неделю. Наш мир всегда подтверждает наше мышление, о чём мы думаем, о чём наше мировоззрение, вот как мы смотрим, то и подтверждается. Наша правда всегда подтвердится, во что бы вы ни верили. Пока вы будете верить в том, что все ваши люди вокруг вас выше вас, а вы ниже, это будет подтверждаться, потому что наша правда всегда подтверждается. Творцы-то мы. С какой бы точки мы ни смотрели, даже если есть жертвы, мы всё равно творцы. Просто будем творить вот это жертвенное состояние мира. Зачем оно нужно? В это невозможно поверить, это можно только проверить. То есть вы берёте, идёте в эксперименты, поставили эксперимент, эксперименты наблюдаете. Как только вы получите опыт и подтверждение этого эксперимента, сразу придёт осознание. Для этого нужно набраться терпения. А вот так вот взять просто и поверить. Я не понимаю, как быть не жертвой, а как быть творцом. Не надо понимать. Это невозможно умом понять. Можно только проверить и увидеть, как вот этот внешний мир откликнется и ваша правда будет реализована. На время возьмите точку обзора такую. Расскажи, как ты питаешься. Очень смешно. Сейчас скоро час дня. У меня из питания был йогурт и кофе. И вечером, возможно, я съем макароны, жареные с яйцом и овощами. Может быть. А может быть и завтра только поем. Бывает, что я ем раз в три дня. Бывает раз в неделю. Бывает каждый день, но один раз в день. И там чуть-чуть. Редко испытываю чувство голода. Но я люблю покушать в ресторанах. Когда какая-то новая еда, новые блюда, почувствовать вот эти вкусы. И люблю рестораны, где очень мало накладывают. Но вкусно. Так. И я ем любую еду. Под настроение. Я, если захожу в магазин, закрываю глаза и стою полчаса, думаю, что купить, пока мне не придет на ум. Не важно, сколько это стоит и что это будет. Это может быть икра. Может быть, что угодно. Кусок мяса. Раз в год, правда. Но бывает. А вчера я купила себе доширак. Может быть, сегодня я буду есть доширак. Я люблю китайскую напшу. Или какую корейскую, японскую. Не важно. У меня атакуют страхи о ребенке. Я первый раз беременна и хочу здорового ребеночка. Уже и не борюсь, но хочу просто доверие и спокойствие с малышкой. Но смотрите, пока вы будете беспокоиться, ваша правда подтвердится, и он вправду будет нездоров. Как только вы отпустите и будете уверены, что он будет здоров, он будет здоров. Наша правда только подтверждает нашу реальность. Чем больше вы будете вот это обмасоливать, тем хуже сделайте себе ребенку. Не надо так делать. Отпускайте ваши мысли и наслаждайтесь моментом здесь, сейчас. Так, про лишний вес уже было. Почему у детей ангина гнойная? Подскажи, пожалуйста. Так, ну, весь мир наши продолжения, и дети — это продолжение вас. То, что вы в себе не хотите видеть, всегда отражается на детях. Поэтому это у не детей, а у вас. Спросите себя, почему я хочу гнойную ангину, чем она мне может помочь, какие подсказки мне тело пытается дать. Сейчас подумаю. Непереваривание ситуации, которая сейчас есть, плюс невысказанность, обиды, где-то ложь. очень сильно хотите измениться, не принимайте мир таким, какой он есть. То есть вам все нужно менять. Хотя сейчас, в данный момент, самое наилучшее время здесь, сейчас — это наилучший вариант из всех вариантов, которые можно было бы себе сейчас нажелать. но вы не принимаете себя и то, что мир вам отражает, вас. Вот это вот желание менять. И плюс внутренний плач, да, о том, что не устраивает эта ситуация. Вам нужно разобрать, что в вашей жизни сейчас творится, и осознать, почему это хорошо. Посидеть, подумать, почему это хорошо, всё, что сейчас творится. перестать изменять этот мир. Моя мама постоянно болеет. Всё у неё. Весь набор. Каждый день новая болезнь. Вчера попросила у меня денег, такую сумму, которой у меня нет. Я отказала. Во-первых, мама манипулирует вами. Во-вторых, мама — это отражение вашего жизненного начала, вашей женской энергии принятия. Плюс у неё, походу, уже ипохондрия, самокопание, да, когда она выдумывает себе болезни, и эти болезни проявляются. Наверное, вы много копаетесь в себе, пытаясь разобраться в себе. У вас не получается. Может быть, просто всё пока временно отпустить и понаблюдать. Пойти радостями заняться. Пойти написать список желаний и в эти желания сходить. Пойти осуществить всё, что давно хотите. Плюс, когда у вас просят деньги, неважно кто, неважно когда, неважно в какой сумме, это значит то, что вы не хотите на себя тратить. Всегда найдутся люди, которые придут и помогут вам расстаться с деньгами, если вы на себя не хотите их потратить. Потом пишите желания, идите тратьте. Весь мир требует денег, Вова. Отовсюду требует. Что я себе задолжала? Перемен вы себе задолжали. Перемен требует наши сердца, как у Виктора Цоя, помните? Если моего сына травят в школе ровесники, так вы себя где-то травите. Травите чем? Унижаете, не принимаете себя, такое, какая есть настоящая. Себя. Ну то есть сыну, это просто отражение. Боюсь себя вдавить, как мама, поэтому не получается выйти замуж. Да, это шаблон, конечно, шаблон, потому что у вас есть старый опыт, вы за него держитесь. Вам нужно отпустить этот опыт, потому что вы не можете повторить опыт, как у мамы. то есть все опыты, которые мы прошли, они уже не будут повторяться, ну если вы осознаете, для чего это нужно было. Когда уходит творец от женщины, это значит, что женщина не занималась собой, а полностью всеми своими мыслями была в нём растворена и не обращала на себя внимания, то есть угодить другим, лишая себя чего-то. И если вы осознаете этот опыт, что вам нужно заниматься собой, когда у вас появится муж, продолжать заниматься собой, вот вы сейчас собой занимаетесь, потому что вы одна, а вот когда появится муж, осознайте, как вы можете себя вести, чтобы тоже собой заниматься, на него смотреть с любовью и вдохновением, но при этом заниматься собой, выбирать свои желания и себя, не заниматься бесконечной заботой о мужа, потому что у мужа есть своя мама, вот, и у вас отношения не должны быть как мамочка и ребёнок, чтобы вы заботились о мужа, иначе даже секса не будет, инцест между папой и дочкой или мамой и сыном, поэтому тут вам нужно осознать опыт мамы, у них, скорее всего, не было равноправных отношений, и она пыталась переложить заботу на него, забыв о себе, вот, если вы это осознаёте, тогда вы легко встретите мужчину, вы, скорее всего, боитесь не потерять мужчину, потому что они уходят в этом случае, когда вы не занимаетесь собой, а вот вы боитесь не заниматься собой, когда он у вас появится, вот так скажу, с нашей жизни уходят люди, только в том случае, когда мы забыли о себе, они нам говорят, блин, я оставлю тебя в покое, чтобы ты наконец-то обратил на себя внимание, легко сказать, спросите у себя, спросить-то можно, ответа нет, ответ есть в рассуждениях, берёте и рассуждаете, сколько вам на рассуждение, разговор с самим собой, понадобится времени, день, месяц, год, это не важно, главное, вы должны этим заниматься, а то вы спросили и ждёте, чего вы ждёте, нужно рассуждать, понимаете, зачем мне лишний вес, ну прячетесь вы от чего-то, прячетесь, понимаете, вы боитесь проявления, всё, я вам уже дала ответ тысячу раз, почему вы опять, вот, внешние ответы вы никогда не услышите, пока вы сами себе не ответите на этот вопрос, потому что я вам дала ответ, конкретный прям дала ответ, настоящий ответ, именно по этой причине, но вы меня не слышите, вы можете услышать только себя, рассуждайте, я могу ещё раз вам сказать, но вы меня опять не услышите, вы не проявляетесь, вы копите свои чувства, вы копите свои знания, вы копите свой опыт, и вы защищаетесь этим, вот и всё, вы под весом защищаетесь, чтобы вас было не видно, не слышно, вы не проявляете себя, ещё раз сказать? Вы же уже третий раз спрашиваете? Я не знаю, что я не перевариваю, у дочери боли в желудке, я тоже за вас не знаю, что вы не перевариваете, выпишите ваши ситуации, которые с вами случились, и посмотрите на них, резко стала сухая, дряблая кожа, говорит о том, что опять вы боитесь идти в перемены, скажи, пожалуйста, что посмотреть, читать про квантовую физику, я без понятия, в интернете набирайте, у меня проблема с памятью, только прочитала и прослушала, и не запомнила, не запомнили, потому что в момент прослушивания нет интереса, и вы в это время не прокручиваете свою жизнь, когда слушаете, то есть я любую информацию перекладываю на свою жизнь и наблюдаю, где вот у меня, какой опыт, я трансформируюсь в моменте, а вы слушали, наверное, пили чай, что-то, волку какую-то жевали, и мыслях где-то были в другом месте, как только вы поглощены прослушиванием в моменте и ни на что не отвлекаетесь, вы это запомните. Нелли, все подтверждается, ты не ответил на мой вопрос про лишний вес, у меня сейчас с этим лишним весом будет телепать, как вы относитесь к ритуалам, например, заряжать кошелек, ржу, вот, ну, заряжаю, потому что это весело, я вообще мастер поржать и сделать какой-то ритуал, мне сама абсурдность ситуации с ритуалом вводит в такой хохот, а именно радость и смех повышают мои вибрации и энергию. Дело не в ритуале, дело в состоянии, с которым ты это делаешь, вы можете делать что угодно, поплясать на одной ноге, не знаю, да что угодно вообще, попрыгать с головой в снег, в сугроб упасть, пойти станцевать ламбаду возле ёлки, это не важно, главное ваше просто состояние, а что именно вы в действиях делаете, это не важно, причём если эти действия будут новые, это ещё круче. Ладно, всё, целую, спасибо вас всех за эфир, надеюсь, я не пропустила ни одного вопроса, а, вот пропустила вопрос, скажите, пожалуйста, дочка Пашет на работе без выходных, а сын не хочет работать, на что мне обратить внимание? отпустите их заняться с собой, и всё, пока что так, потому что, одна замучилась от тех действий, что она делает, и вторая не хочет делать то, что он не хочет делать, и не делает то, что он не хочет делать, это говорит о том, что вам нужно заняться с собой, сделать то, что вы хотите, и не делать то, что вы не хотите. Так, исполнилось 27 лет, сейчас 42. Прочитаю. Исполнилось 27 лет, сейчас 42. Это как? Случился ночью приступ, никогда такого не было, обследовали. Эписиндром, что-то повлиял, никто не говорит причину, и чувствует теперь, что стыдно за это. Я вообще ничего не поняла, если честно, на сорян. Сохраните на время, я пересмотрю свой ответ. Ладно, я прямой эфир сохраню. Целую вас всех, я пошла.